Смотрите сегодня. Продолжение следует... Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Недавно состоялся матч во второй групповой стадии женского чемпионата по Counter-Strike 1-6 между командами Forza и MC Pocket Emulate. Это уже вторая встреча девушек в рамках лиги. Первая произошла в стартовой групповой стадии, где опыт и уверенная игра француженок обеспечили им победу и лидерство в группе А. В этом матче россиянки вытянули ничью в упорной борьбе со счетом 15-15. Теперь у девушек есть шанс побороться с еще более серьезными соперниками. Педро Гарсия является национальным чемпионом прошлогодней португальской квалификации к WorldCyber Games в составе KIK eSports Club. И сегодня состоялся радостный анонс его возвращения в состав команды. Напомним, ранее ряды KIK пополнил Exxon. Вследствие изменений состав португальской команды насчитывает 6 человек, и отныне KIK будет прибегать к ротации состава. Все довольно просто, кто в лучшей форме, тому и доверит место за игровым столом. Британская организация вынуждена расстаться с финским подразделением команды 4King, играющим в Counter-Strike Source, по причине взаимных разногласий. Окончательным шагом к расставанию послужил также тот факт, что один из активных игроков в скором времени отправится проходить службу в армии, и команде, судя по всему, придется отказаться от напряженного графика тренировок. Напомним, что с уходом игрока распадается сильнейший состав команды. Как ни пытались поставить крест на Counter-Strike 1.6 подразделении, поляки Pentagram G-Shock команда не смогла сдержать слово и заключила партнерское соглашение с амбициозными ребятами из крупной компании. Скоро они выступят с дебютом на квалификационной части ESVC 2008 в Варшаве, где в отсутствии МИМ они имеют все шансы побороться за самые высокие места и попробовать получить проходной слот на финалы чемпионата мира. Добро пожаловать в школу виртуального спорта! Сегодня мы научимся делать различные фишки на карте D-Nuke. Рассмотрим прыжок со скалы на скалу на карте D-Nuke. Делается он так. Разгонитесь и прыгните. Во время полета зажмите правый стрейф и поведите мышкой вправо на короткое время. Отпустите правый стрейф, зажмите левый и поведите мышкой влево соответственно. Продолжайте безостановочно это делать, пока не приземлитесь. Далее. Давайте рассмотрим Банни Хопп. По-нашему распрыжка. Вот как она делается. Зажмите вперед для разгона. Одновременно отпустите вперед. Нажмите стрейф вправо. Нажмите прыжок, колесо прокрутки. Начните плавное движение мышки вправо. Как только приземлитесь, нажмите прыжок. Отпустите правый стрейф и зажмите левый. Начните двигать мышкой тоже влево и так далее. Для упрощения распрыга можно забиндовать прыжок на колесо мышки. Теперь рассмотрим самую сложную технику прыжка. Фаст раннинг. Этот прием позволяет передвигаться по карте быстрее, чем при беге с ножом. Это Би Хопп плюс техника, рассмотренная в первом трюке. Разбегаетесь. В полете делаете технику, рассмотренную в первом примере. По приземлению делаете элемент Би Хопп. Повторите. Профессионалы этого дела получают преимущество в скорости перемещения по карте около 10-15%. И это может быть существенным, так как на некоторых картах контры и теры прибегают в определенные места с небольшим интервалом. Например, выход на длину на дасте. Выполнение этой техники даст выигрыш около двух секунд, что может поспособствовать более острым рашевым тактикам. На этом все. Мы — виртуальная школа. Учитесь на пятерке. Пока бесплатно. Разойдись. Смотрите далее. Эта оптическая мышь вполне традиционная. Ее достоинства в полной мере ощущаются в графических приложениях. И, конечно, сегодня вы станете свидетелями игры между лучшей командой России Virtus.pro и самой молодой командой данного турнира Fragrate. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Проводная мультимедийная слим-клавиатура Defender M Accord с подсветкой клавиш — отличный выбор для тех, кто работает в слабо освещенных помещениях. В мультимедийной клавиатуре используется ноутбучная мембрана с коротким ходом. При этом сохранено наборное поле и стандартный размер основных клавиш. Слим-клавиатура имеет 15 дополнительных кнопок, встроенное колесо прокрутки и кнопку управления звуком, сделанную в форме джойстика. Руль Trustmaster Rally GT Pro имеет полноразмерный рычаг переключения скоростей, два усиленных прогрессивных и два цифровых подрулевых переключателя лепестка. Имеется принципиально новая система силовой отдачи и три настраиваемые педали. Руль позволяет испытать все ощущения от настоящей гонки, оттормаживаться, играть сцеплением, набирать скорость и даже заглохнуть все, как в настоящем болиде. Его также можно использовать как тренажер для обучения. Джойстик SciTech X52 имеет полностью интегрированную компьютерную систему управления полетом. Точность и эргономичность позволяют реалистично передать ощущение полета, а программирование джойстика посредством программного обеспечения обеспечивает эффект полного присутствия в кабине пилота. Благодаря информативному и простому дисплею улучшен геймплей. Кнопки с подсветкой в сочетании с улучшенным дизайном позволяют насладиться игрой с комфортом и без усталости. Оптическая мышь Razer Pro 1.6 вполне традиционная. От классических моделей отличается разве что основными кнопками, существенно увеличенными и снабженными углублениями для пальцев. Достоинства Razer Pro 1.6 в полной мере ощущаются в графических приложениях. Постоянно работающий инфракрасный оптический сенсор со разрешением 1600 ДПИ обеспечивает точное позиционирование и выдерживает максимальную скорость до 1022 мм в секунду, что обеспечивает более точное положение курсора. КИБЕРСПОРТ Состав команды Virtus.pro Колесников Алексей Алексей К. Лекс. 21 год Филимонченко Виктор Виктор Ф. Салли. 21 год Макаров Роман Роман М. Ромшке. 19 лет Сухарев Иоан Иоанн С. Эдвард. 19 лет Тесленко Даниил Даниил Т. Зевс. 20 лет Virtus.pro явные фавориты на московских отборочных и шансов выиграть у них в ранних турнирах очень мало даже у профессиональных команд Состав команды FragRate Булатов Артем Или Вилли. 21 год Шеребченков Дмитрий Кождан. 15 лет Корнеев Юрий Баал. 15 лет Черников Александр ХДР. 15 лет Михаил Пикельный ДВРка. 15 лет FragRate очень известны на Mix.ru. Они выиграли почти все миксы с этого канала, но сейчас их противник совершенно другого уровня. Так что остается лишь пожелать ребятам удачи. Первый тур играется карта De Inferno ФР решает начать на террористов. Атака идет на Плент А. Вначале на ребрах происходит одиночный размен, а далее ВП убили троих игроков ФР и не оставили им шансов на взятие раунда. Счет 1-0. Далее FragRate делают несколько эко-раундов, которые не приносят никакого результата. ВП без проблем берут 4 раунда подряд. Счет 5-0. ФР халдят. Первый минус делает ДВРка, убив в коврах Лекса. ФР делают атаку на Плент Б. Ромшки убивает Баала. Или Вилли убивает Ромшки, но далее Зевс убивает двух игроков ФР и тем самым решается у раунда в пользу ВП. 6-0. И снова Молодежь делает несколько пустых эко-раундов. ВП спокойно берут 3 раунда подряд. Счет 9-0. У ФР полузакуп, и они делают рашбэ, где происходит двойной размен. Оставшиеся игроки из-за неопытности и плохого айма не сдержали натиск Виртус Про. И еще один раунд отдан, хотя был шанс размочить счет. Итого 10-0. Произошел тройной размен. Но FragRate не хватает везения и сыгранности, как у противников, и очередной раунд почти выигран. Счет 11-0. В оставшиеся четыре раунда до конца первой половины игроки ФР не предложили ничего нового. Счет 15-0. Произошла смена сторон. ВП решают сделать раш на плент Б. Кождену и ДВРу удается убить Зеуса, Лекса и Салли. Но далее Ромшки убивает ДВРа или Вилли и Баала. Поставлен плент. ХДР убивает Эдварда, а Ромшки убивает ХДРа. Кожден остался один на один с Ромшки. Но последний убивает Кождена рандомным выстрелом в голову через ящик. Красивую точку в этой игре поставил Ромшки, сделав минус 5. Итоговый счет 16-0 в пользу ВП. Результат этой игры, конечно, был очевиден, но ребята из FragRate не побоялись бросить вызов чемпионам. Для них это бесценный опыт, а для Virtus.pro легкая разминка перед вторым туром. Удачи и Virtus.pro на финалах. И пусть остальные игры будут такими же легкими, как это. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самые интересные. Новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз.